Приветствую вас. Я, пожалуй, соглашусь с коллегой Кудрючевым Игорем Леонидовичем в том, что предполагать можно до бесконечности, нужно исследовать именно вашу ситуацию, исследовать именно вашу проблему, чтобы понять, что происходит. По описанию получается так, что вы слишком зависимы от человека. Так вот, по описанию, если судить. Получается, что вы слишком сильно нам нуждаетесь в мышине, вот, и получается, что вы слишком много делаете для этих отношений, вот, слишком много стараетесь, слишком много пытаетесь, в итоге ничего не получается. В итоге вы наступаете только на какие-то грабли, да, и всё, собственно говоря. Вот, поэтому тут вот мне кажется, что в первую очередь нужно для вас определить, ну, чего вы хотите вообще, что вам может быть нужно вообще. Понимаете, по сути, вот. То есть мне вот эта вот ситуация, она представляется, ну, вот такой. Мне эта ситуация представляется, ну, вот так. И я думаю, что, скорее всего, тут что-то есть какое-то, вот такое, наверное, верно истинным. Вот, потому что, ну, я не думаю, что в этом нет, вот, ну, что это случайно, да. Не думаю, что это случайно, что вам вот так тяжело в этих отношениях находиться с мужчиной, да. То есть вы чувствуете, чувствуете, что теряете себя, вот, чувствуете, как вам, собственно говоря, тяжело. Но это, мне кажется, не может быть просто так. Мне кажется, что у этого должны быть какие-то свои причины, мне кажется, что у этого должны быть какие-то свои основания. Агрессия, которую вы испытываете, да, агрессивность точно, которую вы испытываете, это не что иное, как защитный механизм здесь. Это защитный механизм, который сигнализирует вам о том, что что-то не так. Который сигнализирует вам о том, что что-то вы делаете, ну, вот, видимо, неправильно. И я полагаю, я полагаю, что это, ну, один из тех моментов, которые вам нужно исследовать, вот, чтобы понять, как и что происходит. Вот, ну, здесь, сейчас, потому что, ещё раз повторю, да, ну, это не нормально, это не нормально, что вам так тяжело, вот. Не должно такого быть, в общем. Вот, давайте поподробно изучим ваш вопрос. Значит, я в отношениях уже полтора года, у меня всё идеально, всё хорошо, но всё равно что-то не то. Что идеально, Мария, что идеально, что хорошо? Я никак не понимаю, что не так, меня всё изводит, выберет, что-то стало очень агрессивнее, впыльчивее, ревнивее. Ну, совершенно очевидно, что здесь вы теряете себя, то есть вы в отношениях, а теряете свою самобытность, потому что, возможно, вы растворяетесь в отношениях, возможно, не говорю, что это так, на самом деле, но, возможно, возможно, вы растворяетесь в отношениях, в отношениях, вот. И, то есть, тут вот есть такой момент, такая история, да, вот. Возможно, вы чувствуете, ну, что-то ещё, возможно, вы чувствуете ещё какой-то негатив. А это сильно портит мои отношения. Ну, да, потому что вы, возможно, чересчур зависимы, опять же. Схуй у молодого человека, я знаю довольно-таки давно, мы с ним пробовали до этого строить отношения, но по моей инициативе ничего не получалось. А что такое ваша инициатива, да, что она из себя представляет, ваша инициатива конкретно? Вот конкретно, что представляет из себя ваша инициатива? Вы говорите, что я, значит, по своей инициативе, да, с ним отношения, значит, не выстраивал. А почему вы не выстраивали отношения? Вот. То есть, ну, как бы, что, собственно, произошло-то? Если вы не выстраивали, значит, наверное, что-то, что-то блокировало, что-то выступало препятствием, вот, для построения отношений. А сейчас, что произошло, что изменилось, почему вы, ну, почему вы решили, значит, вступить в отношения? Снова. Ради чего? Ради чего? То есть, значит, вам что-то не давало? Вот. Давайте начнем с этого. Вот. Вот. Почему вы долгое время своего мужчину отталкивали? По сути. Вот. А теперь вдруг внезапно, да, позволили себе с ним, значит, ну, отношения. Вот. Для чего? Почему? Дальше. Идем. Идем дальше. Так. Значит, парень хороший даже, что-то очень хороший, конечно, с твоими дараканами в голове, но я как-то привыкл уже, да, что-то дараканы. На первое время все раздражало в нем, все раздражало, в нем вроде все есть, а вроде он как будто деревянный, ледяной. А что именно есть? Вот знаете, тут такое ощущение, что вы испытываете, ну, недостаток, вы испытываете недостаток в эмоциях. Такое у меня впечатление сложилось. Вот. То есть я, конечно, конечно, не знаю, да, то есть могу ошибаться, безусловно, да, но вот как вижу я, как вижу я, что вы, ну, просто-напросто вот испытываете очень, очень сильный, недостаток эмоций, как бы от человека, да, то есть вам как будто вот не хватает от него эмоций. Вам хочется больше эмоций, вам хочется больше эмоций, а больше у вас как бы, он вам больше дать, дать больше эмоций вам, он не способен. Вот. И, соответственно, именно по этой эмоций вам, ну вот, в нем, да, вам эм, что-то не нравится. Вот. Видимо. Ну, видимо, 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 видимо. это выглядит. Вот. Понимаете? Какая история. То есть эм, я для себя, для себя, я вижу так. эм, я могу ошибаться, опять же, я могу ошибаться, да. Дальше, эм, так, эм, даже с этим я смирилась, подстроил себя под него, а ради чего, Мария, вы себя, под него подстроил под него, а ради чего, вот просто ради чего вы себя подстроил под него, зачем, какая цель у этого, ну, эм, серьезно, вот какая у этого цель? Если я себя подстроил под него, значит, эм, мне это зачем, зачем-то для чего-то, да, эм, было, было, было нужно. Вот. Ну, соответственно, давайте вот подумаем, зачем и для чего вам это было нужно. Дальше, а теперь я чувствую, что потерял себя, я не я больше. Ну, правильно, вы растворяете в отношениях, так обычно бывает, когда люди растворяются в отношениях. От этого какая депрессия идет, никак не могу справиться, а депрессия, по-вашему, это что такое? Вообще депрессия, Мария, это серьезное психическое заболевание, которое диагностируется врачом и, эм, ну, собственно, эм, эм, должен врач, эм, определять, то есть, как бы, врач должен смотреть, что, что он с вами. Эм, так, дальше, никак не могу справиться, эм, не справиться с всем, понимаете, депрессии не нужно справляться, а депрессию нужно, эм, скорее раскрывать. Эм, вот, эм, депрессию, депрессию не нужно, не нужно, не нужно депрессии справляться, знаете, вот. То есть, вот, как вот вы пишете, да, что я пытаюсь сейчас справиться с ней, да, это ошибка, к сожалению, потому что вы пытаетесь подавить депрессию. Эм, дальше, эм, так, эм, советуйте, что мне делать, что делать, что бы что. У меня сразу несколько проблем в одной, что это для проблемы. Я уже начинаю сходить в мат, понемногу, как вы это понимаете, как вы поняли. Я задумываю, что нужны ли мне эти отношения вообще или нет, но я его очень сильно люблю. Эм, нужны отношения, что бы что. То есть, совершенно очевидно здесь, что отношения вам, если и нужны, то явно, ну, явно для себя. Они вам нужны для себя, они вам нужны не для молодого человека. То есть, вы, вы не мужчину хотите счастливым сделать, а себя. Это вам отношения нужно. Вот. Ну, так и давайте, давайте подумаем, давайте подумаем, для чего вам нужны эти самые отношения. Вот. Вот. Вы говорите, что любите, эм, значит, человека. Вот. Вы говорите, что вы любите человека. Так, а как любовь-то проявляется, проявляется? Как проявляется ваша любовь по отношению к нему? Вот. Дальше, что такое любовь, как вы любовь понимаете? Как такие мысли могут меня преодолевать при такой большой любви? Ну, значит, это не любовь, смотри, это что-то другое. Такое тоже бывает, что это что-то другое. Это не совсем любовь с вашей стороны. Это вот просто какие-то другие истории. Это все просто какие-то вот другие чувства, которые вы, которые вы воспринимаете как, ну, как любовь. Это, на самом деле, это, ну, не любовь, наверное. Ну, не только любовь. Ну, что-то еще, возможно. Вот. В принципе, так. В принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Значит, нужно разобраться с вашими чувствами. Нужно установить личные границы с мужчиной и определить, что вы хотите по отношению к мужчинам. Ну, то есть, что вам, что-то же, нужно. Вот. Мне кажется, так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.